Привет, дорогие друзья! Доброго времени суток! В новом видео по Mortal Kombat Mobile мы будем продолжать с вами изучать сочное, крупное, шикарное обновление 5.4 в игре Mortal Kombat Mobile, конечно же. Значит, начать хотелось бы с того, что я воспользовался ссылкой в описании видео и оформил себе донат, купил набор экипировки текущей башни. Хочу поделиться с вами... Боже мой, как это сделать? Хочу поделиться с вами тем, что мне выпало. Рандом, конечно, просто, как всегда, потрясающий. Как называется эта башня? Башня Колдуна, Темной Королевы, Старшего Ветра. Вот. Порождение Ада. Значит, мне выпал вот в бесплатном наборе, который всем выдается, подлый захватчик. А за донат мне целых 4 одинаковых карты обожженного жала выпало. И одна эпическая карта, что не может не радовать. Похититель Глупцов. Снижение заряда силы активного противника на 10% крадет 20% от максимальной атаки и максимального здоровья противника, если владелец окончательно убивает жертву. И на 10 уровне слияния, всякий раз, когда любой противник пытается применить положительный боевой эффект к себе или своей команде, копия этого эффекта накладывается на владельца. Скопированные положительные эффекты могут суммироваться, уникальные личные эффекты копировать нельзя. Ну, типа эпик и эпик, пока что непонятно, насколько он прям полезный, нужный, но спасибо и на том, как говорится, ведь на самом деле эпик мог не выпасть. Там, по-моему, всего лишь 15% вероятность выпадения эпической карты экипировки. Но мы ее получили. Ура, движемся дальше. Ну, а, собственно говоря, самая главная тематика этого видео заключается в обновленной крипте. Значит, я оставил вот так для видео на прохождение второй этаж. Первый этаж я прошел вне видео, как вы понимаете. А сейчас вместе с вами пройдем только лишь второй этаж. Нам это интересно, потому что нам нужно посмотреть, как теперь крипта заканчивается. Вы должны это видеть. Но, как бы, те, кто играет в Mortal Kombat Mobile, они и без меня обо всем этом знают. А те, кто уже не играют в MK Mobile, для тех будет интересно и актуально увидеть, как же вообще меняется игра. Вы знаете, я очень долгое время не играл в MK Mobile. И следил за игрой исключительно посредством того, что смотрел вот такие подобные видеообзоры у других авторов контента соответствующего. Поэтому я считаю, что записывать такого рода ролики нужно и важно. Я, как бы, не рассчитываю на то, что это видео соберет много просмотров. Хотя, конечно же, это все зависит от вас. Пальцы вверх приветствуются, комментарии, конечно же, приветствуются. А еще, друзья, не забывайте о том, что сегодня уже второй день розыгрыша Mortal Kombat Mobile в моем официальном телеграм-канале. Официальном, то есть, единственном, да. Ссылку на мой телеграм найдете в описании к этому видео. Значит, каждый день на протяжении четырех дней мы выбираем рандомного счастливчика, который получает возможность абсолютно бесплатно и официально получить любой набор в игре стоимостью до 10 долларов. Почему говорю в долларах? Потому что каждый из вас находится в своей стране. Поэтому я не знаю, какая конкретно у вас валюта, но вот так. То есть, переходите в мой телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше, и, возможно, именно вам конкретно, вам поведет. Желаю вам удачи, собственно говоря. Не забывайте, ссылка на телеграм в описании, розыгрыш тоже проходит непосредственно в моем телеграме. Вы знаете, я заметил, что вот как будто бы после обновления игра стала грузиться по доле. В некоторых моментах вот прям иногда прям сидишь и думаешь, когда же этот значок прокрутки пропадет. Чем-то начало напоминать Injustice 2 Mobile. Все равно побыстрее работает, конечно. Вчера вечером я это списывал на то, что только вышло обновление, и все ренулись смотреть, проверять, играть. А думал, там, возможно, супер большая нагрузка на сервера, но вот как бы практически сутки уже прошли, и я думаю, такой первоначальный накал уже должен пойти на спад, поэтому сервера чуть-чуть должны разгрузиться. Но все равно, периодические и долгие прогрузки присутствуют. Кстати, супер новость прилетела, откуда не ждали. Тут, знаете ли, появились слухи о том, что Незеры полностью разогнали мобильное подразделение, собственно говоря, Незерел. Данное мобильное подразделение разработчиков отвечало за обновление и разработку, собственно говоря, таких игр, как Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 Mobile и Mortal Kombat Unslot. Тут же поползли слухи, что все мобильные проекты будут закрыты. Я, в принципе, в своем Телеграме уже высказал мнение по этому поводу, поэтому вы можете перейти в Телеграм, посмотреть там, но заодно можете, в принципе, и в комментариях к видео написать, насколько вы вообще думаете, реально ли это или нет. То, что как бы там уволили несколько человек из мобильного подразделения, показать ли это того, что теперь все мобильные игры Незеров прикроют. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Тем более, что вот последнее обновление Mortal Kombat Mobile, оно было просто шикарным. Мне кажется, что игры, которые планируют в скором времени закрываться, не обновляются таким способом. С Injustice 2 Mobile и Mortal Kombat Unslot, конечно, ситуация посложнее. Здесь нельзя этого отрицать. В Injustice 2 Mobile контента не было с февраля месяца. Последний новый контент был в лице миротворца. Потом было обновление к годовщине игры в мае, и оно никакого нового контента не привнесло с собой. Там некоторые новые функции добавили, которые упростили жизнь внутри игры в плане прокачки персонажей, снаряжения, экипировки и так далее. Но нового контента, по сути, не было. И в Mortal Kombat Unslot тоже уже давненько не было никаких обновлений, никакого нового контента. В общем, в ближайший месяц мы точно поймем, как это будет работать и будет ли работать это в принципе. Но, не знаю, мне кажется, что игры, которые планируют закрывать, не обновляют таким способом, каким обновили и Injustice 2 Mobile в том числе. Как бы Mortal Kombat Mobile, ее можно ругать за многое, но вообще ни разу нельзя отрицать того, что данный проект приносит кучу денег разработчикам. Даже я чуть-чуть им донатил. Поэтому, ну, о чем мы вообще речь говорим? То, что приносит доход, никогда не закроется. А рынок мобильных именно файтингов, он практически никем не заполнен. Ну, разве что Marvel Битва Чемпионов, да? И там Shadow Fight. Но франшиза Mortal Kombat, давайте смотреть правде в глаза. Она гораздо популярнее, чем вышеупомянутые файтинги. Хотя у Битвы Чемпионов тоже достаточно много, да? Фанатов, игроков. Я думаю, что в плане донатов и в плане активного онлайна Битва Чемпионов, наверное, даже побольше будет, чем Mortal Kombat Mobile. Вот что-то мне подсказывает. Но если разработчики после обновления мобильного подразделения будут и дальше выпускать вот такие сочные крутые обновы, тогда, я уверен, количество игроков активных в Mortal Kombat Mobile, оно возрастет. Почему такой активный отток игроков начался в свое время? Все очень просто. Во-первых, игру перевели практически на полностью донатные рельсы и новых персонажей. Вы помните, были времена, когда новых персонажей можно было достать исключительно за донат. Вот и никак по-другому. Там добавляли одного-двух персонажей в обновлении, и эти персонажи были доступны исключительно в платных наборах с вероятностью выпадения этого самого нового персонажа, да? И если ты рассчитывал на то, чтобы получить этого персонажа бесплатно, тебе нужно было подождать два, то и три обновления, чтобы он появился там в каких-нибудь наборах за души. Сейчас ситуация кардинальным способом поменялась. Появились эти кристаллы дракона, за которые можно покупать персонажей. Можно покупать теперь слияние для нужного тебе персонажа, да? Там свои заморочки, о которых я вчера рассказывал во вчерашнем видео. Но, тем не менее, это есть. Тут, конечно, у некоторых, знаете ли, есть такая мысль, что в силу того, что они планируют закрываться, они теперь вкинули кучу контента, чтобы типа напоследочек порадовать всех, и чтобы напоследочек все вокруг прокачались как можно быстрее. С другой стороны, если вот конкретно про Mortal Kombat Mobile говорить, какой смысл перед закрытием игры вносить новую башню в игру, новую экипировку, развивать раздел с этими самыми кристаллами драконов. Но это все глупо и бессмысленно, не находите ли? Поэтому то, что уволили каких-то типов из мобильного подразделения, ну, не знаю, как я в своем телеграме, опять же, напомню, сказал, вот все там сокрушались по поводу того, что Микпэк уходит из мобильного подразделения Незеров. Вот он столько лет провел у руля разработчиков, да, это геймдизайнер мобильного подразделения был, отвечал за Mortal Kombat Mobile, потом за Mortal Kombat Unslot, и в какой-то вот там момент он ушел. Боже мой, да и слава богу, и флаг ему в руки, потому что после того, как Микпэк ушел, сразу было видно вот это снижение донатной агрессивности в Mortal Kombat Mobile. Появилась крипта, в крипте можно было покупать персонажей, включая алмазных, да, за валюту крипты, вот, то, что мы сейчас, в принципе, и делаем. Проходишь крипту, зарабатываешь валюту, покупаешь персонажа. Внутриигровую валюту, да, нереальную валюту вливаешь в игру. Но я, допустим, считаю, что уход Мика, наоборот, улучшил положение дел в Mortal Kombat Mobile. В Mortal Kombat Unslot сложно судить, потому что игра, по сути говоря, не так давно вышла, и там обновлений было еще не столько много, но там какой-то сейчас, конечно, справедливости ради, стоит сказать, тухлячок в Mortal Kombat Unslot. Нельзя, нельзя, конечно же, когда игра только выходит, вот так, грубо говоря, наглым способом отмораживаться и переставать обновлять игру. Я просто помню, что все предыдущие проекты Незеров и Injustice 2 Mobile, и Mortal Kombat Mobile, я уже молчу про первый мобильный Injustice, А когда только эти игры вышли и были, ну, скажем так, на волне успеха, на волне популярности, там обновления выходили максимально часто, и они были максимально жирными и крупными. Там по 5-6 персонажей могли добавить в одном обновлении, кучу всякого контента завести. Это я все к чему? К тому, что Mortal Kombat Unslot как-то изначально пошла по странному пути. Вот первые 2-3 обновления, они выходили стабильно, там, раз в месяц, раз в полтора месяца с контентом, но спустя полгода официального релиза игры, с АО, нифига себе, ну нифига себе эпическое надгробие, спустя буквально полгода игры обновления в Mortal Kombat... А сколько мне дали сердец, я провтыкал. Обновления в Mortal Kombat Unslot как-то вот странно стали выходить. Поэтому вот типа все это вкупе наводит на ту мысль, что может быть и правда слухи неспроста о том, что мобильные проекты закроются. Но, как я и написал в своем телеграме, опять же повторюсь, куда без этого, я думаю, что, возможно, есть повод для переживания у тех, кто играет в Justice Lomobile. Я, конечно, буду очень грустить, если все же эту игру закроют. Вот. И для тех, кто играет в Mortal Kombat Unslot. Но мне кажется, что Mortal Kombat Unslot уж точно никуда не денется. Ну, куда они денут эту игру? Да никуда они ее не денут. Тем более, что мобильная игра это всегда прекрасная площадка для рекламы чего бы то ни было более крупного. В данном случае, грубо говоря, практически бесплатные рекламы. Поэтому отказываться от мобильного проекта, который в какой-то степени выступает дойной коровой, это, как минимум, странно. Думаю, этого не произойдет. В плане Mortal Kombat, я уверен в этом на 100%. Mortal Kombat Mobile, я имею в виду. Та игра, в которую мы играем вот сейчас, на данный момент. А в Mortal Kombat Unslot хотелось бы. Хотелось бы, чтобы эта игра развивалась. Вы знаете, что я в нее играю. Да, видео я выпускаю не так часто. Но потому что, как бы, такие основные моменты вроде бы я уже и показал. А такого суперконтента, ну, не было уже парочку месяцев в Mortal Kombat Unslot. Поэтому и нет каких-нибудь новых видосиков с открытием призывов там и так далее. Но хочется, чтобы Unslot развивался. Я вот, допустим, в чатике по Unslot писал ребятушкам о том, что я бы хотел видеть тоже какую-нибудь крипту в Mortal Kombat Unslot. А я хотел бы видеть какой-нибудь режим гильдии. Кстати, режим гильдии и в Mortal Kombat Mobile не помешал бы. Слушайте, скоро 10 лет этому чудищу безобразному. Может быть, разработчики уважаемые, может быть, стоит уже наконец-то ввести какой-нибудь режим гильдий, лик, я не знаю, как хотите, назовите это. Но это же давно напрашивается. Это же очевидно. Это было бы круто. Опять же, это повысило бы актив в данной игре, в данном проекте. Не понимаю, почему за столько лет так и не привнесли данный режим в данную игру. Я не могу понять его боевку этого нового шансуна, когда его атаковать, когда не атаковать. Ладно. Все равно Джеки Брикс невозможно уничтожить Джеки Брикс костюм. Это же просто нереально. Да, конечно, вы можете выбирать каждый бой какую-нибудь свою форму Джеки Брикс, да, своего определенного ниндзя, в зависимости от того, против кого вы сражаться будете. Но я всегда выбираю Эрмака. Почему? Потому что супер отхил. И поэтому... Ну, короче, это очень удобно. Это очень удобно, это продуктивно и это безопасно. Какой бы урон тебе не нанесли, сделал второй спецприем, и уже практически полностью хп-шку восстановил. Плюс ко всему, можно спрятать Джеки Брикс, потом вывести ее на поле боя в форме Ермака, да, и тоже получить небольшой отхил от вампиризма. Отхил постоянно. А если вы еще и наденете экипировочку, сейчас я вам покажу, что я имею в виду, экипировку, вот, связанный демон, 25% вероятности переноса 50% очков урона в здоровье при выполнении спецприема 2. Ну, скажите мне, круто? Круто. Вполне себе. Не понял, куда делась броня. А, я же 100% что-то еще ставил на нее. Хм, или мне кажется. Или мне кажется. Да, вроде бы нет. Ладно, проехали. Может быть, забыл действительно. Такое вполне себе может быть. Рейн от Джеки против Рейна Эдонийская Кровь. Вообще, конечно, это должен был быть Эрмак, но что-то пошло не так. Увидел Рейна и решил тоже взять Рейн. Ну, 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 спокойно, спокойно. Спокойно. В такого рода боях боюсь, чтобы не выпрыгнул рандомно, в данном случае, Рептилия, потому что он у меня слабенький, не прокачанный. А вот и он. А вот и он. Вот спасибо. Вот спасибо тебе, Рейн, что ты решил вытолкнуть моего Рептилию. Мне как бы того и нужно. Меня вполне устраивает. Такой ход вещей. Ну, вот видите, опять подвисло. Опять мы просто смотрим на победный экран. На победные позы, стоечки. А вот вы победили. Наконец-то. Так, снаряжение в Перчатка Силы выпало. Потрясающе. Ну, потрясающе. Так. Обязательно исследуем всю крипту полностью. Вы потом поймете, зачем я это делаю. Вообще, я и до введения новых фишек, крипты, да, после обновления 5.4, я всегда исследовал крипту полностью. Ну, типа, раз уж ты отправляешься в путешествие по крипте, значит, ну, иди и следуй. Как бы впадлу. Ну, тогда вообще не начинай, как по мне. Ну, больно. А вообще-то больно, Кун Лао. Но, теперь, после обновления, в этом появился дополнительный стимул. Обо всем по порядку. Все будет. Не переживайте, все расскажу, все объясню. Сейчас будет захват от ночного волка, да? Нет? Ты что, хочешь рентген накопить? Ночной волк. Нет, он просто ушел. Блин, чуть-чуть до второго спеца есть. Хорошо. Уже думал, не успею сделать второй спецприем. А, он рентген себе, как-то. Нормальный? Нормальный вообще. Ничего, ничего, ничего. Оп, и второй спецприем. И мне все равно, что у него там одна хп-шка осталась. Мы захилились полностью. Но, это ли не круто? Круто? Мощно? Стивно? Так, забираем еще сердешки. Ну, вот, кстати, этот поход в плане накопления сердец очень неплох. То есть, мы еще не дошли до финальных боссов. У нас уже более полутора тысяч сердец накопилось. Но, справедливости ради, стоит сказать, что ни разу за все мое время прохождения крипты, вот сколько раз я пытался ее проходить, ни разу не получилось собрать максимальное количество сердец, которые игра указывает. Вот всегда где-то вот 1500, максимум 1600 было. А ведь на самом деле игра пишет о том, что можно накопить и более 2000 сердец, да, с тем множителем, который присутствует... А, блин! Который присутствует у меня. Где эти 2000? Не знаю. Понятия не имею. Я вот невнимательно посмотрел модификаторы, а у противника иммунитет к урону от вторых спецприемов, на минуточку. Ну, типа неудобно. Ладно, истощалки. Ну куда? Ну я же там истощился! Все, спать. Всем спать. Блин, всего лишь второй этаж прохожу, а видео достаточно длительное. Хорошо, что я вчера принял решение первый этаж пройти вне видео, а только лишь второй записать уже и пройти вместе с вами. Потому что если бы я еще первый этаж проходил бы, это, соответственно, видео было бы где-то приблизительно минут 40, наверное. Ну и все. Ну, типа финальный босс. Давайте посмотрим, все ли я исследовал. Да, все клеточки исследовал. Все исследовал. А по-моему, кроме экипировки для Джеки Брикс мне не выпало ничего. Но есть вот еще последний бой, в котором все может измениться. Кстати, вчера, когда я впервые зашел в обновленную крипту, мне выпала экипировка для Фрэншипа Кану. Одна из двух полагаемых для Фрэншипа частей выпала. В принципе, в Телеграме все постил вчера. Пробой блока имеется. Сейчас выбежит Кабал. Я, скорее всего, не успею, да, его заблочить. Как это вводится? Было бы хорошо от Кабала избавиться. И мы это делаем, кстати. Неплохо, неплохо, неплохо. Джеки Брикс опять полностью здорово. Пробои блока работают. Хорошие. И все, второй спецприем делаю. И говорим, до свидания. А нет, не говори. А нет, не говори еще до свидания. А вот так говорим. А вот так говорим. И теперь, друзья, самое главное изменение крипты. Ну, помимо того, что теперь отсюда не выпадает Молот Гнева, выпадает Маска Драмена, руководство Коро, помимо всей другой прочей экипировки, да. Смотрите, удивляйтесь, любуйтесь. Так, ничего мне больше не выдали. И теперь, после того, как вы проходите крипту, игра вас одаривает вот такими амулетиками и присуждает ранг вашему прохождению. Честно говоря, я не понимаю, по какому принципу дается ранг. Вот я, когда впервые вчера прошел крипту, мне тоже выдали ранг С. И, ну, я как бы ни одной хилки не использовал. Все бои прошел практически идеально. Ни возрождалку, ни хилку не трогал. Все персонажи были здоровы, живы. Все клетки, точки были исследованы полностью ранг С. Во второй раз я играл одну хилку, я использовал. И персонажи полуживые дошли у меня до финала крипты. И получил ранг А. Ха, теперь вот опять же я практически, грубо говоря, идеально прошел крипту ранг С. От чего это зависит, я не знаю. Мне это непонятно. Но при всем при этом можем посмотреть, типа... А что, у меня отключили свет? У меня отключили свет. Давайте включим мобильный интернет. Вот, работает. Можно посмотреть статистику полностью, типа, что вы сделали, что не сделали. А, значит, выигранные битвы 22 из 22. А разбитые надгробия 18 звенат, открытые сундуки 15 из 15. Найдены точки на карте 103 из 103. Ну, то есть, как бы, сделал все, абсолютно все, что нужно. Но при всем при этом ранг С. По наградам, ну, такое. Единственное, что привлекает, это кристаллы дракона. В трофеях можно посмотреть абсолютно все, что вам выпало за данный проход крипты. Но мне, как видите, ничего особо-то и не выпало. В общем, вот такая вот обновленная крипта. Однозначно круто, однозначно интересно. И видно, что данный режим развивается. Таким, какой он был год назад, когда только появился. И таким, каким он стал сейчас. Но тут надо быть глупым, чтобы отрицать, что этот режим развивается. И что за этим режимом разработчики наблюдают и делают его краша лучше, интереснее и привлекательнее. Дорогие друзья, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Пока-пока.